неуведомление об открытии счета за границей привет меня зовут андрей и вы находитесь на канале рвист сегодня мы расскажем как кого и в какой срок нужно уведомлять об открытии счетов за границей и что будет если этого не сделают как уведомить об открытых счетах за границей допустим вы планируете уехать на какой-то срок за границу и тут возникает трудность платежные системы виза и мастеркард там не работают на и карты мир принимают далеко не везде как же быть в данном случае чтобы комфортно находиться за границей и совершать платежи можно выпустить карту иностранного банка и обязательно уведомить об этом российскую налоговую службу что будет если сведения не передать за непредоставление сведений об открытии или закрытие счета штраф от 4 до 5 тысяч рублей за нарушение срока или форму представления штраф от тысячи до полутора тысяч рублей уведомить налоговую об открытии или же закрытие счета а также об изменении реквизитов нужно не позднее 30 дней с момента открытия счета за границей эта обязанность касается не всех есть исключение можно не передавать сведения если на момент открытия либо же закрытия счета вы собирались провести за границей больше 183 дней в течение календарного года в этом случае вы теряете статус налогового резидента россии и тогда уведомления в российскую налоговую службу передавать не нужно что еще нужно сделать помимо уведомлений об открытии и закрытии счета или изменения реквизитов нужно сообщать фнс движение финансовых средств по счету сколько было изначально сколько поступило в течение года сколько потратили и что осталось срок не позднее 1 июня следующего года что будет если сведения о движении по счету не передавать тоже будет штраф размеры зависит от длительности просрочки например опоздавший на срок до 10 дней отделаются предупреждением или штрафом от 300 до 500 рублей а если задержаться более чем на 30 дней штраф уже будет от двух с половиной до трех тысяч рублей опять же требование касается только налогового президентов российской федерации подавать сведения нужно в налоговую поместу постоянной или временной регистрации если ни того ни другого нет подаем в налоговую поместу расположение зарегистрированной на вас недвижимость если нет ее то любое отделение фнс кроме тех которые занимаются юридическими лицами кстати уведомления и отчеты можно подавать онлайн через личный кабинет налогоплательщика подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и ждите новые интересные видео до встречи